здравствуйте валерий константинович сейчас будет важнейший вопрос буквально ключевой привет вам северного кавказа спасибо за ваши видео и объяснение очень интересно про наши условия что можете сказать есть отличие посадки уходе до северного кавказа я провел пару лет в отпуске по месяцу и пару зим северный кавказ зимы я там особо не видел вот удивлялся на эти длинные длинные 100 километровая посадки грецкого ореха вдоль дорог здорово мне понравилось а больше ничего интересного я там не увидел даже грибов путь их не растет мне так там все не нравилось но северный кавказ это еще и горы а вот там уже ближе к нам несколько в разные годы переписывался убедился в чем такие заморозки как у нас до теплее даже там горах теплее но заморозки убивают в те же абрикосы и у них свои проблемы появились и вот что получается отличие в посадке и уходе и вот так совпало вот что появилось еще одно письмо николай фельдчиков сначала напишу с чем я согласен с вами не у нас именно такие люди которые и не только согласны там под козырек это не обязательно кто не согласен это даже важнее теперь я сажаю деревья только по вашему совету на холмик и попробую не травмировать деревья не удалять те что растут внутрь кроны поникшие вот за это вам огромное спасибо а дальше ну как обычно это категорически не могу согласиться хрите там ниже донецкая область не могу согласиться чтобы поливать на корневую поросли в россии я приехал весной восемнадцатого тысячи тридцать два было у нее с 60-летней дочери детства приехал я из харцирска донецкой области так там было два участка по 6 соток шесть соседей и это все ко мне лезут сливы вишневые поросли все мои вишни сливы были привиты на сеянцы вот это просто ужас какой-то стой поросли я бы законодательно запретил садить поросли выделяю еще там конечно для сибири ведь он меня сибири ограничил со своей колокольник груша у меня были все на а его подвое хлопец западную карину прислал совершенно бесплатно черенки а 29 я их осенью стромил землю а через весну попривал к ним груши то есть на а его знаешь у кого это спорю понять все хорошие обрывал земли вот то есть у него получились карлики ну полукарлики только на одну ставил стул со стула где-то ведер по 7 было плодов иду как-то по частному сектору внимание стоит дед задравший голову на грушу груша метров 20 с высоты плоды крупные и много а я же скажу деду ты их обрабатываешь переводить надо как-то дед их обрабатываешь 20 метров а чеката чеката бы пока упадут то есть упадут но с такой высоты спела груша что из нее будет ясно что лепешка будет яблони у меня были на подвоях 54 118 среди росла и на карликовом донецке и убирать легче и плоды намного крупнее плодовься начали раньше а как ваши милика до опрыскивать да вот мои великаны не такие же не великаны знаете это сам сейчас посмотрю как вы зовут не могу запомнить знаете уважаемый николай ко мне с украины когда я привез свою жену и моего приемного сына ему тогда было 6 лет вот долго мы с ним а я сам в детстве по великанам лазил я же хохол с украины не знаю украинцы обижаются на слово хохол украинец я наполовину и вот получается что я спрашиваю саш ну как тебе тут а у меня уже в то время все было в саду не хуже чем на украине вот или в украине как правильно а он мне отвечает всем там все хорошо все зависит мне все тут нравится кроме одного не надо дерево невозможно залезть и вот получается в сибири у меня были сливы привиты на корневой водки половина половина на сеется я всегда делал по принципу вишни я использовал только корневая водки а вы видели мои вишни вот только вот вот только вчера позавчера на моем канале появились съемки 16 года видели какие там эти почему 16 потому что это самый пик ну то есть сам расцвет сада вот видели черешья и вишни и сколько их да на корневой отводки а вот если бы я привел на косточки вот тут бы да вот тут бы я конечно бы они так черешья вывезли хоть и на корневых отводках такие что я последние два года вообще снимать не мог еще птицам заметили я почти не торговал косточками черешья а плоды были вот и у меня получается сейчас я как бы все это попробую суммировать получается вишни корневой отводки меня спасли так компактные более-менее деревья получились так сливы да то же самое компактные деревья вот сливы когда падают они уже перезревшие куда есть невозможно когда сама падает это уже называется не товарно и не транспортабельно и наконец яблони яблони еще покажу у нас с вами не получили а также я не считаю что их надо везде садить вот проблема заключается в том что корневой отводок он настоящий это часть дерева мы его раз по повину раз он оброс корнями раз прекрасный среднего роста сахарность я таких сотни вам показывал вот а корневой отводок я уже столько и показал те которые высылают не корневой отводок я оговорился карликовые вот эти вот из палки порощенные сколько их высылает мне всем это такое это даже их назвать нельзя это люди ждут годами тратят деньги не могут не отдал кода получить а у вас получалось но извините давайте разделим все-таки украина делим у нас были споры с корневым он говорит на юге можно на север нельзя ну и поделили на южное и северное садоводство где граница она вот так плавает то есть южное садоводство хорошо но ударит минус 30 сады мига тоже примеры приводил на украине не урожая не это сам и сейчас аду это же сморец брянск все наши вот это граница северный кавказ краснодар то бывает у него с объемом абрикоса не найдешь это это все просто и вот я после этого я пока только про корневой отводки смотрим дальше вот следующий момент как ваш великан опрыскивать вот я цепляюсь за эти слова первых слова генерал мороз это я добавил нормально когда природе все естественно например никто их никогда не опрыскивал в лесу в лесу бывает деревья болеют но это потому что густо они мешают друг другу понятно то нужно садить через метр а там где угодно ткнется где угодно будет лезть давить друг дружку как когда-то кто-то очень умный кавычках придумал содружества растений дальше говорить не хочу а вот эти содружества уничтожает друг другу плюс от этого сейчас деревья болеет сперва не хватает солнца они теряют эту самую иммунитет а покрывается грибами как как следствие не причина грибы жорут а следствие а вы для чем лучше смотрите вспомните я вам показывал совершенно здоровое дерево целине ему никто не мешает она здорово и тогда его до какой бы она ни была роста и опрыскивать не надо свою долю возьмут немножечко ты немножечко если она плодовая немножко подожорки и так далее так далее другое дело если на юге на южных странах дерево держат определенных рамках каждый год режут и режут и режут и режут яблоки предельно крупные деревья погибать не успевают потому что морозов таких нет но деревья абсолютно беззащитны уже не перед морозами как и риталии морозы они беззащитны перед насекомыми листа грызущими листа сосущими 40 обработок а вы пишите как вы ваши великаны опрыскивали а какие у них нет никаких великанов другое дело что чем южнее возьмем уже подмосковье там принесение или зимняя температура как это был чуть ли не скандал меня обвинили что у меня теплее чем подмосковье а значит москве мы замерзнут ну пришлось следствие этого как справочник получилась средний зимний на 8 градусов разница на 8 а там в чем разница только будет ну раз на 8 градусов теплее значит есть свой плюс а какой плюс на месяц допустим эффективный период больше я правильно рассуждаю больше так значит до зимой нужно лучше выжить но минус 8 их два раза меньше это за зиму дезинфекция на мороз а потом все остальное и тогда уже приходит весна и полезли на дерево ну тут уж я отменить не могу не тлюни и нет они не могу отменить жуков не могу отменить гусениц но они у меня даже бывали такие прекрасные лето а их все равно по минимуму нет есть но по минимуму почему дерево не дает себя жрать понимаете у него какие-то свои лейкоциты какие-то антигены они они попробовали для издохло или подлетела к моему дереву на вкус попробовал не тут детей не выкармешь а трех метров забор соседу а у них все искалечено вот так вот было и моем саду нет ни одного ни одной ни одного грамма это химикат тогда что получается даже ленис не полевая тогда что получается получается что чем-то можно пожертвовать будем дальше рассуждаем это мы прочитали с вами или нет ну давайте дочитаем дело то что еще видите как там у нас пусть была щебенка земля а вот же скала тут сметру чернозем а глубже мапой до центра земли мел с центра земли нормально так ну метр чернозем должно все хватать если этот пойдет в мел корень и пусть себе идет сколько захочет только залезть может полметра может быть пять метров может быть через пять метров пробьет а там а там это артезианская вода вот нам не дадут знать что там мы даже рамками не умеем владеть итак черенки что мне прислали решил их укоренить не укореняться так что годы потеряны там у меня даже орехи плодоносили на третий год боковым плодоношением и идеал и были невысокими но это потому что видимо действительно миловая порода ничего не дает абрикосы росли посадка вокруг города на даче из-за высокорослости ее садил так посадка посадка ага да ну правильно если это была украина я ничего не путаю или уже или уже здесь ну простите между дужной паре но сами по себе росли а на даче не садил из-за высокорослости ну извините это уже не вредное дерево это уже это тут уж надо что делать жертвовать им ну пусть высокорослости больше места займем но она у вас наверняка даст 20-30-40 лет часть из них разобьется почему не все покажу ниже так из-за этого и черешню так тут на глубине где-то с полметра кладу кусок шифера надежды что корни где доставать их быть ну тут акцент до мела извините что отнял время на все да не извините огромный вам это вы понимаете как-то своими словами еще не конец разговора видите два письма на эту тему чем отличается юг от севера и одинаковые агроприемы так и смысл так вот ну что смотрим дальше вам огромное спасибо как я люблю когда со мной не соглашаюсь вот посмотрите я чтобы мне полностью ответить на несколько динаров а мы все это проходили вот это под гражданами вы не видели смотрите внимательно итак возвращаюсь с корневой отводкой вот это я бы вот это корневой отводок почему он такой а очень просто они были выкопаны в земле возможности немножко была то есть земли вместе с комом они были мной это старый снимок это мой сын Артем кстати с Украины вот родом сейчас живет в Украине так вот а какой Украина в Саноморске родился вот но получилось так что тут родня там родня это его выбор так и вот он позирует вот этот саженец был выкопан в лесу вот столько было корней так я его привил может за столом может быть я осенью посадил я вам показывал а лесу и привил на коленях и он вырос прилично вырос да вот эти корни они же уже пуповина то отрезана была еще в лесу у меня варятов не было я семян не вращивал и получилось вот такой вот хватило если скобом земли то тут вопросов нет это значит нормально питался и вырос довольно приличный саженец но стоило выкопать эти корни и теперь на новом месте а ведь это же продажа а это же мой авторитет на новом месте его можно выросить только если отрезать две трети вы думаете я на меня хоть-то обижался обижаюсь когда погибает а когда я говорю ну ладно ну допустим тогда я продавал по 500 рублей ладно давайте за 200 раз так получилось почему потому что проходит еще год вот эти же корни он лишился пуповины ему надо развиваться внимание ну вот это уже спустя несколько лет сделал нам этот фотограф очень эффектно согласитесь эти корни вот они становятся вот такими а теперь скажите выкормит он саженец выкормит и все равно вот этот саженец если бы увидели целиком видите он он приготовлен в продаже он уже стоит тысячу рублей ну на тот момент несколько лет назад может восемьсот я не знаю точно одна разница что он был бы вот здесь уже половина была бы но все равно это святое почему и все таки для лучшей проживаемости лучше переборщить то есть отрезать лишнее чем не отрезать стоит только чуть-чуть не хватит выкормить вот это инвалид сразу поверьте мне я железом беру тысячу выращиваю тысячу по двое абрикосов не сходя с места прививаю из них 300 тогда больше и продать не мог и больше и это и не некогда остальные 700 а они же растут я сдерживаю рост чем я сдерживаю рост тем что я их выкапываю и пересаживаю потому что на второй год это уже будет два с половиной метра и привать вот такой вот будет сложно и так я это делаю так и я задерживаю их развитие но там уже на второй год корни уже вот такие ну правда это яблоня я про абрикосы рассказывал и вот у меня целая плантация 700 штук абрикосов но я по натуре очень любопытный это любопытство это ворвали нос оторвали мне еще не оторвали 700 штук примерно половина из них я просто посадил а половина наполовину обрезал дальше говорить что было а вот так вот ребята у всех не обрезанных у меня есть фотография покажу как-нибудь у всех не обрезанных верхушки были сухие но если верхушка сухая допустим одна треть это не значит еще две трети полноценные они тоже не полноценные только умереть не успели это глубокий нори то что я вам сейчас говорю это истинно последней инстанции это противоречит тому что в уральском садоводе крупнейший специалист написал статью где написал ни в коем случае не отрезайте при пересадке вот это урал крупнейший специалист один из крупнейших по крайней мере так считается из сибири напечатал и все равно фамилии не будут называть потому что на фоне того что я говорю это не он выглядит неубедительно вот статью на 50 два года нельзя подходить к короне пусть развивается крона должна развиться тогда корни это поможет корням а потом звонок от него Валерий Константинович я с вами категорически не согласен так же то ли статью прочитал это было это правда я вот когда вот так делал ни в жизни не обманул и не преувеличил когда вот так делал я боюсь Бога вот и раз уж я так сказал да я не стал клясться а то на него закраты ругают а креститься по моему все крестятся и вот значит разве можно его слова подчеркиваю разве можно отрезать при пересадке там часть кроны для дерева я вас хочу убедить Валерий Константинович что для дерева это означает как будто человеку дали кроны по голове ну я его сравнение не понял а то что я вам говорил то говорю пересаженные необрезанные верхушки сухие вот а все которые были они стали низкоростными у них прекрасно развивались эти самые кроны часть продал непримитыми часть в общем разница была настолько вопиющая а это только один из примеров когда сотни меня перерывал а остальные десятки тысяч я что слепой был когда пересаживал вот так теперь кого хотите того слушайте вот вот но мы говорили я про обрезку это уже отдельная тема вот видите я воспользовался случаем а на самом деле мы говорили о преимуществах корневых отводков еще раз все то что есть ценное у нас и в виде сеянцевых саженцев и корневых отводков которые это пуповина соединяется с отдельно растущим частью дерева и мы искусственно делаем их искусственно еще раз вот как здесь специально делаем их вот такими так вот и третье самое страшное это то что мы называем мы их называем микроклонирование это четвертое мы пока не будем мы их называем микроклонами еще уже только сейчас говорю уже слово вылетело мы их называем значит карликовые подвоины они упоминаются в письме буду говорить долго противно черенки видите не хотели у коренец это тоже проблема и тут еще и вот еще это все карлики карлик донецкий и прочее это все из палок они нам здесь не годятся мы еще про них поговорим но я хочу сказать что корневой отводок полноценное дерево но у каждого дерева все это свое преимущество польза огромная огромное дерево у меня были деревья яблони груши и абрикосы сливы не так они все таки поменьше вот с урожаем 20-30 если вспомнить манжурсу 40 ведер и совершенно правильно это их огромный урожай перекройки недостаток бак с дерева дырка падает с ветки на ветку дырки 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 вот снять невозможно их прямо они же у меня самые сладкие вот что интересно то чего не знают многие у которых кисло-сладкие сладко-кислое их не трогают эти самые а у меня бабочки жрут поверьте эти самые гусеницы ну вы же понимаете что плодожорка это гусеница гусеницы жрут вот божьи коробки жрут птицы клюют сколько фотографий показал еще покажу а я до них достать не могу минус страшный нижний яроще можно снять а с верхним уже никак я согласен минус страшный запасной вариант вот этот какие-то минусы выбирает еще раз яблони сливы вишни это жители сырых районов а сырые районы там где дожди 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 как правило имеют еще и близкие то не обязательно метр даже 5-6 метров все равно это уже близко вот это одни пошел начинает вымокать корень а он не дурак помните фотограф покажу один корень у груши так идет а второй вот так но это еще ладно груши это редко а уж яблони сливы и вишни это как святое вот то чего страшно боится не боится а из-за чего он хотел законодательно хорошо что мы это разговор завели я вас уважаю у меня так это самое но насчет законодательной рановато почему все таки в принципе украина там теплее там можно экспериментировать на деревьях что-то делать у нас не подойдешь да огромное растет и вот тут то как раз корневой отводок то он погоду и делает он может быть полноценной заменой вот поговорим но это наверное еще не все что там у меня дальше посмотрим вот яблоня мелба привита на корневой отводок я не говорю что она это она вырастет еще потом в три раза выше и все таки когда я не вмешиваю в жизнь дерево а в отличии от груш что он с таким пирамидальным на это обижается и уничтожает пирамидальность а за ними грушу я вам это покажу ну-ка я вам это покажу один из самых подающих садоводов на всей планете вот он а почему вы не узнаете его фамилию объясню позже вот пирамидальность уничтожает она миллионы лет была а с яблони это проще какой где тут зачем мне сеянцевы у меня и были на сеансах так но мне нравятся корневые отводки да центрального корня нет но худо-бедно на метр на два уходит вниз так абсолютно раз этот отводок служит подвоем он настолько морозостоек настолько морозостоек что ему уже центральный корень не то что не нужен ведь антифристу дает центральный корень а ему хватает и боковых взять тайное недоста до до Субтитры создавал DimaTorzok